ну что ж всем привет с вами как вы уже могли догадаться алекс давненько не было от меня стримов и давненько не не был я в отпуске ну вернее как у меня был коротенький отпуск две недели назад но то не считается в нормальном отпуске давненько не был и вот сегодня как раз такой день такая возможность давно давно я еще хотел еще когда раевский завел свой марафон металл слагов я вспомнил об этой замечательной серии тоже начал перепроходить все части вспомню как я люблю эту серию захотелось мне многое перепройти и показать на стриме чего по понятным причинам ну то есть блин это слишком массивная серия игр чтобы все вот так вот показать поэтому конечно раевский не смог все показать и поэтому на сегодняшнем стриме я попытаюсь закрыть часть вот этих белых дыр так сказать и пока людей особенно нет я начну так сказать с более старого контента а именно я просто начну в очередной раз проходить металл слаг 3 но не просто так как вы знаете металл слаг 3 очень много всяких развилок непонятное дело что раевский не мог все показать как не старайся это просто невозможно показать все развилки как которые есть в этой игре а еще что-то эмулятор глючит ну ничего мы его перезапустим так вот металл слаг 3 самая развилист развилистая часть серии и сегодня я начну надежку начну стрим с того что покажу вам одну очень на мой взгляд как искать некоторые развилки я думаю такое чувство как будто я вообще и не видел до этого то есть вот вот буквально вот недели три назад да вот я перепроходил эту игру и пошел по пути по которому никогда не ходил и мне кажется вообще этого никогда не видел может я забыл и попытаюсь вам показать сегодня что-нибудь такое надеюсь я не буду лажать тут эффект стрима вне стрима я проходил нормально но ну я жгу я ничего не буду говорить потому что эффект стрима есть эффект стрима поэтому возможно я буду лажать но я постараюсь не лажать как вы знаете серия металл слаг очень жестокая косяков не терпит чем начать сливать очень легко так но первом уровне раевский показал все развилки какую-то ответственность прям чувствую когда на стриме играю сам я как-то более но начинается я же говорю эффект стрима ладно это металл слаг тут докнуть нормально пойдем по вот это развилки обычно я по ней не хожу но вот как раз как раз недавно я на ней тренировался привет миша маус о не потерял заложника а бывало что и терял а растолстел на первом уровне красота по старому нику гунер да был помню был такой ух нифига вы делаете ребят ну все по моему нет нормально нормально так это еще не все сейчас рыбы будут вот я помню на этих рыбах как-то сдох то есть тоже я так думал типа ааа все прошел а хрен там тут еще рыбы да время вообще летит конечно хук ну ладно а не я чуть не забыл не считая тупой смерти в самом начале я в принципе прошел без потерь то есть на сложных местах я в этом уровне не умер я сдох на простом месте поэтому будем считать что без урона этого босса я заучил еще я не знаю году в 2006 наверное когда активно играл в эту игру его и без танка можно нормально завалить но раз уж у меня танк я кстати удивило что и амкол и брикман имели проблемы с этим боссом амкол имеется ввиду со старых стримов у меня есть записи еще старых стримов я тоже их пересматривал легкий босс 26 лет это еще не так много мне уже за 30 перевалило так вот такой вот блин еще и жрет вот такой первый уровень а второй уровень тут очень очень резкая смена тематики вообще говоря я вот об этом тоже кстати думал что на самом деле в металл слагах всегда связь между уровнями была очень номинальная то есть нельзя говорить что это в последних частях появилась вот и в третьей части которой почти всеми считается лучшей уже в ней логической связи между уровнями практически не было вот типа ну какого фига здесь мы только что был день пляж а тут мы какой-то зомби какие-то и ночь можно конечно это приплести но очень это конечно гоникам понятно мы тогда был студентом но время тогда было классно да блин блин убой на это все же этот как он называется есть тут еще такой когда у нас появляется называется спутник спутник который летает и тоже фигачит молниями врагов кстати играю я без кнопки тихо тихо не докнуть не докнуть спокойно живем живем блин да куда ты целишься да все все смысле можно сейчас сдохнуть можно и не сдохнуть но сейчас посмотрим как пойдет пока 50 на 50 как говорится либо сдохну либо нет блин вот 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 это метал слаг да мои господа хотя я этот уровень проходил без смертей ну вот именно в далекие времена даже босса каким-то образом босс тут очень сложная первая стадия босса понятно тихо я жив так взять давайте так теперь показываем развилку которую роевский не показал очень интересная развилка и очень хардкорная если вы не любите хардкора то идти сюда строго строго запрещено потому что в этой развилке получить а их можно спасать смотрите кстати редкий момент когда мы спасаем солдат ранее заложники потому что тут есть угроза пострашнее вот эти вот снежный человек и снежные люди на этот слабее кстати ракет лаунчер чем огнемет так верхние нам не страшны на расставали пили можно даже тихо 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 да блин все таки он это сделал тут докнуть уже не зазорно потому что это сложная секция главное нижних да блин как бы быстро как бы быстро так все теперь можно верхних верхних можно спокойно валить они видите нас в очках еще верхние превращают нас снеговичков я когда мы в режиме снеговичка то они наносят нам урон в бою ладно не очень понятно объяснил короче говоря пока нас не заморозили они нам урон не наносят а вот когда мы заморожены тогда они нас собственно и убивают но убивать нас могут только нижние а верхние только замораживать а вот это вот уникальный кстати момент оцените чем мы тут откопали слон ни много ни мало вот секрет какой-то поднять ладно привет если пив гекка проиграй нинтендо а вот тут смотрите какая крепота начинается тут уже уже даже уже даже снежные люди перестали быть угрозой видите они тут сами разлагаются зомбики пришли то есть казалось бы вот это коротенько коротенькие коротенькая секция вот этот развилка да ну тут сколько всего происходит сначала моим солдатами потом мы воюем объединяемся как бы с солдатами против снежных людей а теперь мы уже со снежными людьми объединяемся против зомби потому что зомби зомби это вообще общий враг а это жестко когда мы верхом на слоне то наоборот верхние самые опасные живучие-то какие сколько я в них саживаю может даже времени не хватить такими темпами тут идти долго эти металл слаг конечно вершина серии о это бы надо взять тюха ну да объединяясь в смысле что мы боремся с их врагами с теми кто их убил так дойдем либо до конца пока я иду неплохо скажем так предыдущую свою попытку я тут уже вздыхал на этом моменте о ни фига я дотащил похоже очки дадут мне за это да дам щу именно так и месть это блюдо которое надо подавать холодным и здесь как раз холодно о мне еще это я забыл у меня же еще и остался огнемет надо аккуратно слушайте как классно что я огнемет сохранил отлично слушайте вообще красота может я даже этих придурков сейчас легко завоню да жалко откопали и закопали обратно так вот с этими врагами насколько я знаю с этими боссами такая тактика что в определенные моменты а может и нет что их нельзя короче слишком много урона наносить иначе они раскручиваются может это и не так работает а ну все у меня уже выбора нет сейчас я скорее всего сдохну а может это по времени они раскручиваются вот сейчас типа нельзя им урон наносить то есть им надо наносить урон когда они вот сплоченные так сказать а когда они разошлись ну в один раз вдох слушайте но в целом неплохо вот вот реально вот если бы не самая первая смерть в самом начале стрима я бы вообще мог сказать что если бы сейчас доволен своим прохождением потому что ну блин почти не умирал учитывая какая-то игра блин вот это уже вот это вообще ну вот вот это уже все так привет спамеру так последнего да тут все намешано так это легкий босс на котором тоже можно сдохнуть если быть невнимательным этот босс не любит жадность то есть когда ты слишком увлекаешься нанесением урона и не смотришь что на тебя падает вот этот босс за это карает а так он легкий это я так понимаю как раз древний артефакт который вот это вот зомби чуму здесь распространил отлично да ну я в новой конечно поменьше последнюю последнюю новую игру которую я играл это Alone in the Dark 2024 года то есть который вышел вот недавно да хорошие ремейки хотя не для всех игр я как-то вот некоторыми ремейками я как-то сказать пофиг мне короче то есть например ремейк Resident Evil 4 мне вообще не нужен мне оригинал очень и так нравится то есть мне не нужен просто ремейк а вот ремейк второго резидента это было более интересно хотя там тоже есть чему прицепиться так а все я вспомнил я сейчас пытаюсь вспомнить по какой развилке шел Раевский чтобы показать вам другие развилки Раевский пошел вниз а мы пойдем прямо я шо да те кто позже подошел напоминаю собственно почему стрим так называется потому что как вы помните Раевский недавно уже марафонил все части металл слагов да блин так вот а я хочу вам как раз показать то чего Раевский не показывал то есть другие развилки и где-то даже другие игры где это возможно о танкопад очень опасно сейчас было очень опасно сейчас было очень опасно сейчас было тихо вот это я опасный чувак чувак тихо тихо вот тут да ладно у меня была страховка так живем ну было близко да чтоб не сдохнуть но я сдох так я помню глин да еще и бонусы пропали да да блин какая неприятная штука о чейсер дали так сейчас секундочку обновили графику делали все с нуля обновили визуал из бумаги ну прикольно прикольно я вот кстати все не доходят руки но надо поиграть на нинтендо вью есть такая игра про ёши где все вязаное то есть как будто бы связано нитками тоже вот очень интересная тема надо добраться до этой игры наконец так с анимид чейсером я тут конечно сейчас буду разносить еще и на геймку пугам да блин сейчас мне хэви машинга не так нужен так это вам пустой этаж хотя тут можно сдохнуть я всегда думал что здесь солдаты не атакуют оказывается атакуют блин 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 да жалко что Рольевский сейчас на работе не может стрелять смотреть счет да в ней гранату не скинуть ну ладно ничего страшного есть как тюхо 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 да блин он на опережение выстрелов хитрый понятно да блин тут ни фига вы обстреливаете как тут только если быстро не вынесут тут все ай блин вот нафига они такие что сделали лифты идиотские они только затягивают прохождение они даже не давят игрока то есть просто зачем так тут что то по моему что то тут надо ну да я уже неправильно делаю я помню что эту секцию как то надо правильно проходить но прохожу ее явно неправильно это я выжил но ненадолго и потерял еще то оружие класс о зато я этого возьму эээ в этих не взял так а сейчас самый неприятный босс ну не самый неприятный самый неприятный на четвертом уровне один из самых неприятных боссов в этой игре да блин ну тут же можно так встать я же это делал когда сам проходил можно так встать чтобы хэви машингеном все его ракеты отстреливать ладно все уже уже красивое прохождение не получится блин ну все все пошел пошел пошло сливарите скилл закончился на этот уровень по крайней мере здесь дальше еще вернется о вернулся это вот очень сложный ворот но я его сделал так зато я от ракет вообще забыл как поворачиваться а ведь умел на эту ракету можно напрыгивать блин так а блин чуть пикселем не это так ладно ладно все уже уже слито так сказать так о чейсер есть ну в конце я более менее так выправился в начале много подыхал так и теперь судьбоносный четвертый уровень последний уровень на котором есть развилки и именно на четвертом уровне самые интересные развилки в игре и собственно ради этого уровня я сейчас игру и прохожу кстати да я должен сказать что я не буду до конца проходить всю третью часть потому что последний уровень здесь очень длинный и нудный тем более Раевский его проходил а я обещал показывать то чего Раевский не показывал поэтому я покажу вам только развилку и на этом да блин на этом закончим так все не трепаться тут можно не подыхать я это делал две недели назад я это делал вот что делать спереди стреляют сверху стреляют как выживать вопрос полный переосмысление я бы так не сказал я мне наоборот показался ремейк четвертого резидента той же самой игрой недостаточно там переосмысления вот здорово про ты просто поздно подошел про не видел что я вытворял на первом и втором уровне частично и на третьем кстати так ладно опять я начинаю болтать да блин танк он еще и давит с этого момента игра уже игрока не жалеет и валит просто как глянешь потом запись так ее нету на аркаде где же я ее пройду че мне ради этого да блин с ps1 версии возиться мысль такая была но я пока ее так и не оплатил да блин ну как тут выживать ну просто смотрите со всех сторон просто я не знаю четвертый уровень это уже все то есть первые три уровня еще можно играть четвертый уровень тебя игра просто изничтожает вообще чтоб ты не делал так значит смотрите еще раз кто подошел позже объясняю я показываю вам то чего не показывал роевский поэтому я иду по этой развилке и более того путь по которому я сейчас иду пожалуй самый интересный в игре или даже в серии потому что тут такое можно в такие места попадать так я даже не помню так я не помню куда мне пойти так или так а да по моему мне по моему надо все таки сюда или не надо ладно пофиг допустим надо о да 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 вот это по моему тот самый путь вот вот про ну ты сейчас правду не скажешь ты скажешь что ты еще в детстве побывал по этому пути но я тебе не поверю потому что вот этот путь который вы сейчас видите это на мой взгляд самый редкий путь в этой игре который вообще редко когда встретишь на каком там прохождении на ютубе там который вот вот я не могу сказать точно но у меня такое чувство что вот об этой развилке я не знал вот до того как перепрошел игру три недели назад может я ошибаюсь может знал но мне кажется что не знал я вот просто офигел от этой развилки поэтому я очень хотел показать на стриме и чуть позже я вам скажу в чем прикол так это что доложника накрутил в чем прикол этого пути пока это еще не очень понятно чуть позже станет интереснее во первых это уровень довольно длинный а что будет про ты ты бумаг спорировать ножом бензопилу оригинале болен не это не хочу развивать за дело не в детстве а когда уже был мы вдоль поперек так мэйм и мэйм и нету это combat school вот чем дело есть какие-то этот нео гео сиди там тоже есть combat school короче про я пока я об этом думал да заняться вопросом где есть combat school я поищу потом что мне тоже интересно что это такое я знаю что там даже свой сюжет есть то есть там прикольно с этим combat school но к сожалению combat school нету в переиздании вот этот metal slack anthology collection на PSP который я очень много играл там нет combat school к сожалению если бы был я бы естественно его заценил так как его нет да что там может быть то там диалог может быть какой то так смотрите теперь я вам говорю прямо вот то что мы сейчас видим это отсылка к одному фильму который вышел по моему в 96 году если меня не изменяю 97 даже вот это вот сейчас пародия вот то что мы сейчас видим вот эти враги кстати тоже они кроме как в этой развилке еще в одном месте на первом уровне больше нигде не встретим но тут будут вообще эксклюзивные враги которые только в этой развилке эксклюзивный транспорт кстати зацените вот эта дрель ее нет нигде и вот это вот уже про вот ты знаешь вот смотри вот посмотри на это вот на что это может в чате кто то знает на что это отсылка что это на что это сейчас была отсылка я сразу как увидел понял да про совершенно верно это звездный десант я блин с этого охренел я жгу я вообще это развилки не помню она кажется есть с эксклюзивными врагами вот этого вот эти враги есть только на это развилки больше нигде их нет вы прикидываете сколько контента в этой игре то есть то что вам райевский показал это вообще какая-то одна в лучшем случае одна одна треть если не одна четверть вообще от того что есть в игре да блин а ну все а теперь я его пик убью да слушай а че с ним делать то без бура а нет убил потому что не потянет железо про да и вообще наверное такое мясо будет а вот эти вот эти зацените зацените просто на это такого нету даже блин насмотрелся тоже эксклюзивные враги при этом кол как часто ты видел эту развилку мне кажется вот это самая редкая развилка вообще в серии ну само собой что нет да блин надо гранаты не экономить это игра в 30 идет да это известно факт вот вот тоже самое укол то же самое у меня такое чувство что я вот только три недели назад первый раз на эту развилку попал либо один раз когда то я ее может видел и забыл вот я хотел собственно это показать что то я не понял не обратил внимание что мне урон нанесло ну ладно ладно это это я уже не стараюсь особенно просто хочу вам показать так ну и все да дальше босс уровня с этим боссом уровня я бунчиться не буду короче напоминаю кто позже подошел смысл моего сегодняшнего стрима не пройти все части а показать именно то чего не показал раевский потому что слишком ну я думаю невозможно это все показать объять необъятное поэтому с металлсагом 3 мы заканчиваем а что будет дальше вы спросите а дальше будет уже полноценное прохождение игры никакой не какие-то там кусочки вот как час эти подробно да это будет вот такая часть игры оригинальный метал слаг 2 не вот эти ваши иксы которые все так любят и раевский в их сыграл и 2d dark night играл именно в икс а оригинальная двойка которая мне нравится больше я в общем-то объясню почему то есть икс это да это действительно прикольно как бы как бы условно говоря на новом движке хотя тот же движок просто допиленный новая версия старого движка так сказать новое оружие добавилось там озвучка добавил да но все таки в оригинальной двойке есть своя изюминка я собственно хочу хочу вам это показать что есть именно в двойке чего нет в иксе это будет самая левая часть мы все вот это да на приставке хреновая версия как раз кстати очень похоже на четвертый уровень 3 части смотрите здесь зацените самое начало смотрите сразу комментарии нас вот сразу же первый уровень уже круче во второй части оригинальной во первых оригинальные враги в иксе это опять таки солдаты солдаты которые нахрен задолбали а здесь что-то новое то есть игра сразу на встречает новым контентом мы видим арабов новый тип врагов которые выглядят по-новому и ведут себя по-новому во вторых прекрасная пустыня то есть пустыня она должна быть днем вот именно вот эта красота просто посмотрите на это плюс к этому здесь другой босс а на тему четвертого резидента я не хочу сейчас много говорить я уже когда-то говорил сейчас мне просто не то настроение сейчас мне хочется про не то слаг говорить я говорю короткая версия это то что мне оригинальный четвертый резидент тоже вполне нравится ремейк не нужен вот этот кстати хрен он в иксе тоже есть но он в иксе как-то не очень внятно появляется так что сегодня я вам пройду настоящую двойку без всяких иксов смотрите сколько врагов которые из икса генерал вот этот опять таки которого да блин почему он у меня развернулся то странно генерал вот этот вот аниме чейсер нам тут не дадут потому что его здесь нет но нам это и не нужно то есть в ремейке в иксе уровень просто стал скучнее да эта версия больше тормозит это правда но в каком то смысле игра была ну сложность игры была заточена под тормоза поэтому когда в иксе тормозов стало меньше игра стала сложнее это разогнать но я о том даже не думал тем более он кол я смотрел твои старые стримы металл слагов еще из двенадцатого тринадцатого года тогда о таком даже мысли не было же просто муцетикова пиле так и вот собственно тоже эксклюзивный босс лукак эксклюзивно есть в иксе но в другом месте вот настоящий босс первого уровня которого мы все переставили в другое место зачем то тут арабы кстати опять таки то есть тут логика есть в оригинальной игре есть логика это все арабы арабский генерал собственно арабская армия с этого самолета а в ремейке блин там как то вот это все кстати а вот солдаты есть значит блин я выжил я была близко ну и как близко вот и близко хух блин мне было страшно что-то у меня мало спасенных хотя я вроде тащил да блин та же самая игра этот ваш ремейк не нужен мне ваш ремейк я же говорю вот для второго резидента да нужен ремейк уж игра старая а здесь наоборот ночь в ремейке тут день а тут ночь о кстати смотрите на водопой пришел э стоп стоп сейчас урон получу боюсь четвертый резидент и так хорошая самодостаточная игра мне не нужен ремейк это чисто комический проект который сделали ради денег да не пятнадцать и тридцатка но с просадками да так тут секрет да главное чтоб этого тиринга не было а так то что я стримил этого sonic boom вот там конечно да кстати тут собачек нету потому что это оригинал вот кстати не все просто имеют доступ к этой версии вот какой ремейк четвертого резидента мне нравится это VR версия то есть версия для этого Oculus Quest вот это интересная версия то есть там действительно это именно как бы ремейк но при этом близкий к оригиналу то есть как бы вроде тот же 4 резидент оригинальный не ремейк но при этом очень много чего добавлено переделано и это действительно уникальный опыт вот так вот такой ремейк я понимаю это действительно настоящий ремейк четвертого резидента в котором есть смысл действительно какой-то новый опыт так что если будет возможность блин если будет у вас возможно заценить VR версию четвертого резидента то очень советую секрет так это пока рано брать про ты знаешь как будто сам их продаешь так это барыга такой подходы идёщего так а с тобой что делать блин что-то тебя не сжигает ладно придется прыгать да блин блин слил из-за вашего шотгана слил этот а самая невыгодная штука думал я не замечу мне нравится какой ближний бой у Фила так да блин я думал ты сдох чёрт я устал наверх уже смотреть а ты оказывается живой зараза вот мы это от меня ладно надо ж когда-то вздыхать а то и так всю эту секцию без смертей прошел непорядок это ж металл слаг так ладно давайте сделаю паузу я смотрю очень много вы понаписали так должен пытаться защитить оригинал я что ли а чем плох в смысле про а ты приведи приведи аргументы чем плохо оригинал собственно камон тут собак нет ни подошли недоделка в смысле не доделка пошли их не было пошли это оригинал да именно так нравится в версия в версии 4 резидента кстати не играл надо заценить так если бы я продавая бвлс ссылки на контакт я на самом деле тоже не играл и мэйк просто есть некоторый кодит доверия капком последние так мысли ты не играл в ремейк четвертого резидента что они из тех кто не прогнуться потому что это большинство не гадет наташа видео забрали а так поиграй коротко и ясно да конечно бета-версия ну вот собственно вот теперь я еще раз убеждаю что мой сегодняшний стрим необходим потому что в мире слишком много ненависти к оригинальному метал слагу 2 я пытаюсь сегодняшним стримом попытаюсь эту это как это сказать эту ненависть принять на себя удар что называется блин как меня бесит это сочетание клавиш я не хотел этого делать если что действительно что мешало снк сделать четвертую кнопку то есть на аркадном автомате 4 кнопки но нет давайте четвертую кнопку не использовать зато использовать какое-то хитро хитро это сочетание которое которое 90 игроков 90 процентов игроков будет получаться случайно даже которые знают игру а уж те кто ферст ранит так тем более ладно я думаю так завалим босс легкий но на роботе было бы конечно проще тем более какой-то урон ну это нанесло блин блин рискую так что то такой что то еще живой то во видите без робота я же говорю босс лох не хорошо сегодня еду так вы же меншин 2 луи же меншин 2 я кстати сейчас играю ну то есть как не то что прямо сейчас начинал несколько месяцев назад и отложил что называется надо будет вернуться недавно недавно у меня появилась железная 3ds так что да ладно не буду вас убивать короче колдатики спидранить ну в общем то я сейчас за спидранил потому что я я же ни секунды не терял и даже уничтожил робота чтобы урон нанести хотя это случайно сделал так вот тут тормоза конечно уже сильные но это облегчает игру поэтому бай дизайн вот про ты так защищаешь x а в x7 ты ведь больше раз подохнешь потому что эти тормоза они помогают ре реагировать на тот триндец который игра в тебя посылает видишь я еще не погиб тем более я вам колл правильно сказал что есть возможность разогнать эмулятор я правда не знаю как это делается я вообще с меймом настой ну то есть я блин я не знаю как мэми разгон то делать раз он колл говорит можно значит можно надо вообще изучить эту тему вот тогда тем более про будет интересно вот серьезно пробовать если у тебя единственная претензия тормоза то вот он колл предложил вариант разогнать вот эту версию и заценить какая лучше я уже сказал вот конкретно первый уровень в ремейке всрат то есть в оригинале это действительно новые враги какие то новые эти тематика какая то новая а в ремейке просто опять те же солдаты и здесь все происходит ночью что менее эпичное плюс зачем то босса поставили гораздо более скучного самолет это явно покруче чем какой то танк непонятный так что кстати переход переход со дня на ночь тоже есть вот видите тоже есть только здесь в иксе там по другому немного а тут очки дают за хороший прыжок естественно ноль еще в иксе есть один принципиальный момент который мне очень не нравится именно с точки зрения как бы так сказать не геймплея а вот именно не сюжета да как вот сказать сюжетом это трудно назвать но как то вот ну типа сюжета скажем так да хорошо сюжета назовем это сюжетом чуть позже об этом скажу когда мы дойдем до этого места момент который нарушает изначальную логику игры я бы так сказал который добавили в икс ради вау момента именно с расчетом на тех кто уже играл в оригинал но он нелогичен в этом в иксе тут еще есть на выбор вертолет что при игре на двоих кстати упрощает дело зато это лишает нас копных тактик потому что вот когда он пол и джекросс играли они здесь один из них сидел в самолете другой на самолете чтобы было довольно забавно а когда у каждого свой транспорт то как бы уже нет необходимости в этом так есть время на уворот от этого всего ада блин надо было взять зато и о и и и и Конечно, как уворачиваться в самолете, хотя нет, пока можно. Нормально. Вот тут, наверное, сейчас будут такие хитбоксы, хотя нет. Блин, нормально, кстати. Можно уворачиваться. Во! Вот тут уже трудно. Так, а это чё? Кого-то уничтожить. Какая себе. Без урона. Как же прочее. О, газ, газ нам нужен. Ай-яй-яй. Просчитался немножко. Опять просчитался. Ну ладно, без урона я долго тянул. Так, всё, здесь ты падаешь. Нифига себе. Вот это Дан Маку. О! Я всё-таки, всё-таки он меня выбил. Так, давай, 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 давай. Зыкай, 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 зыкай. Здесь ты падаешь, чувак. Ты падаешь. Падаешь ты. Ееее. Слушайте, вообще красота. Видал, про? Чё творю. Так, что я не прочитал. Кстати, на OpenBore можно создать Metal Slug 4 Multi Plane 60k. Ну, на OpenBore вообще можно много чё делать. 120, ну, это уже перебор. Берите, делайте. Блин, про классно ты сказал, конечно. Так, берите, делайте. Так, я передание для свеча прошёл. Там ОДНГ немного обновили. Так, какой игры? Погоди, про резидент или о чём? О чём мы говорим, Миша? Я чё-то потерял хоть мысли. Или про Metal Slug? Я грудил для телека. Омкол шутер пошёл. Да, видел, но проходил весь. Да, да, да. Рассказывай. Анимация вот этих забавная. Будет ещё чё-то? А ну вали! Да, длинная анимация. Там в боевой школе там же ещё бонусы какие-то даются. То есть это неравноценно тому, как ты в обычном режиме проходишь. Ну если нету на мейме боевой школы, если нету в переиздании на PSP, я-то тут причём. только в каких-то эксклюзивных версиях. Блин. Блин, ладно, фиг с тобой. Фига у меня этого. Блин, я не хочу. Да не хочу! Ладно, скоро в принципе неплохо. А, сейчас будет этот момент. А, сейчас будет этот момент. Сейчас будет момент, от которого меня бомбит с точки зрения сюжета, опять-таки, если можно так это назвать. В иксе. Потому что, вот здесь, это нормальный уровень. То есть уровень как уровень, да? Блин, я путаю свои снаряды в радости. Здесь, как бы, всё логично. Приятно. А эти нельзя уничтожить? Почему? к черта все ракеты можно вычитать это нельзя вот момент вот кто хорошо знает и тут про ты наверно увидишь разницу да а много ты это кстати в оригинальной двойку играл тут и сейчас вот ругаешь двойка можно у меня никогда не играл я-то играл и в двойку и в x вот именно я говорю самое бомбящие для меня место которое испортили в ремейке потому что камон у меня тут целая лекция на эту тему вот именно что за халтура какого хрена тут нло на секундочку смысл второй части был именно удивить игрока что мы всю игру воюем с солдатами и только ну не исключая первого уровня где арабы и только в конце мы узнаем именно вот буквально там за несколько за одну комнату до финального босса мы узнаем что оказывается в игре еще есть пришельцы целая новая раса и офигеть как круто и как неожиданно и у них союз это реально и причем я помню свои эмоции когда ферстрани в эту игру где-то и ну я уже про рассказывать где-то 2006 год был чтобы мы играли с одним пацаном из моего города по локалке то есть мы играли через кейлеру но при этом были в одном городе и вот мы но он не ферстрани он вид возможно у него как раз ps1 было он играл поэтому а я ферстрани для меня вот первый раз проходит metal slack 2 да и я реально офигел ну то есть блин это был момент неожиданности что оказывается в игре есть целая новая раса вот эти пришельцы и ты офигеваешь этого в конце какого хрена они здесь в иксе ну какого хрена это это вообще них нифига не логично это это должен быть рояль в кустах это должно игрока удивить а так получается бред это только четвертый уровень на пятом уровне их нет то есть получается вот тот те кто играет икс они увидели пришельцев здесь потом разработчики них тупо забыли а потом в конце вот смотрите у нас пришельцы такой ну чё и чё пришельцы я с ним уже сражался типа чего там такого то есть понимаете портится вся все весь вот этот момент то есть то что в оригинальной игре именно вы выкладываясь вот так вот кирпичиками все выше 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 здесь в ремейке это просто просирается просирается ранним спойлером то есть это вот как перед тем как ты начал смотреть фильм тебе уже в трейлере показали а здесь будут пришельцы ну все тебя это уже не удивит так что вот это на мой взгляд самое худшее что есть в иксе вот это место хотя с точки зрения тех кто уже проходил оригинальную двойку это прикольный момент да потому что для них это как arrange mode так сказать то есть они уже знают игру они знают что здесь пришельцы и они наоборот прифиге этого круто пришельцы уже здесь тем более как бы бои в городе да прикольный момент но для тех кто ферст ранит эту игру это ужасный спойлер поэтому да собственно я уже все сказал так кто мне в 10 лет играл тем более норм пацаны играли в игры посерьезнее так сказать эта игра вообще вышла уже тогда когда 2d было не моде более тогда уже собственно half-life counter strike подоспевали поэтому я вообще удивлен что металл слаги многие в детстве играли тем более меня удивил этот чувак в универе с которым я познакомился который у которой тоже была ностальгия по металл слагом возможно у него тоже сонька была меня я с металл слагами познакомился уже в эпоху эмуляции через мэй в оригинале тут все логично никаких нло солдатики пофига я разношу не а про это действительно портит эффект я ж недавно смотрел ферст ран 2d дарк найта и его тоже как бы уже не удивило в конце что пришельцы вот он уже видел здесь понимаешь то есть это это действительно портит впечатление от игры именно вот как она была задумана ты уже в конце не удивишься когда ты их уже видел это прикольная как бы идея да но она все-таки портит оригинальную задумку да блин пытаюсь пушкой дострелить но не по не попадаю лада пофигу а попал похоже а попал все время подыхать так этот снаряд вам и нельзя уже что-ли слушайте это пушка не такая сложная кстати у него просто тайминг надо но опять-таки многие на ней подыхали и 2d и в рой по-моему а на самом деле это пушка легкая то есть надо просто тайминг то есть ты периодически останавливаешься и все блин даже заложников дотащил на четвертом то уровне на секундочку и всего два контакт статья потратил на 20 хорошо иду да . здесь старая как было в первой части ну что поделать тогда еще не было новой игрушки ее придумали позже блин тут уже смотрите что творится я понятно что игра из-за этого тормозит и я не могу пройти я не могу просто пройти вперед потому что враги таким потоком меня кроют что жесть но хотя бы есть время на реакцию то есть как бы да я понимаю что оправдывать тормоза это странно но вот без шуток в этой игре тормоза они нужны потому что эта игра не честно сложная но тормоза эту честность они добавляют то есть они добавляют время на реакцию вот третий метал слаг он к сожалению вообще ушел слишком далеко то есть третья часть она конечно лучшее но по сложности она самая неадекватная там там хоть с тормозами хоть без тормозов там тебя будут убивать убивать и еще раз убивать но мог и не дохнуть кстати про на твоей любимой соньки как раз таки тормозит вообще соньковская версия она очень сильно урезанная не знает это замечал или нет я вот еще когда стримбрикмена смотрел мне это прям бросалось в глаза и я потом почитал это действительно так и есть там анимации меньшее количество кадров плюс к этому музыка на синтезаторе сделано то есть там не такая музыка как в аркаде а переделанная на синтезаторе соньки она звучит естественно похуже скорее всего это блин скорее тормозов там больше чем в оригинальном иксе аркадом но потому что я же говорю потому что сложность неадекватная он пол про это можете пояснить то есть японских шмапах там тормоза они изначально по дизайну причем есть даже современные игры которые сейчас делаются намеренно на старом железе чтобы игра тормозила и ее можно было пройти блин это компенсация сложности да блин смотрю наверх ну тут по-моему выжить и невозможно как тут выжить блин когда по горизонтали стреляют еще и по вертикали причем таким плотным потоком кстати мое любимое место я опять-таки на хорстране очень офиговал с того что здесь вертолеты в туннеле это вот момент который тоже запоминается в игре на всю жизнь вертолеты в туннеле блин камон как блин ух ты я не попала в меня отлично давай 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 какая жесть какая жесть тут даже с тормозами хрен выживешь так сейчас наш поезд только согласие почему я без труба кнопки играю если что фух даже лучше чем я думал не пришлось даже тратить бомбочки покой он казуальный чем он казуальный то ты имеешь ввиду что да блин про не отвлекай пока с тобой болтаю блин пережить поезд и попасть под прямой быстро от этого все не отвлекай все реально на концентрация 6 то что я пережил поезд это круто еще один конечно же еще так вот как тут выживать блин отвлекся на вертолеты меня этот зарубил так ракеты эти веселые да блин все живой не тут конечно игра уже тут собственно и брикман в это в этом же моменте говорил что да что в этом действительно вот реально с этого момента игра уже просто начинает изничтожать то есть до этого в нее можно играть здесь да блин вот просто изничтожение тут уже и тормоза не спасает так скоро наш поезд да блин я думаю так поезд поезд постой электричка ой и не хватит да да ракет лаунчера не хватило ну ладно бомбочки оставить так еще один поезд а и сейчас с врагами да 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 точно сейчас с врагами еще и будет еще один насколько я помню да так еще один будет да он будет но я еще один не переживу конечно конечно я не переживу вы издеваетесь блин разработчики вы чё это просто невозможно тем более с моим турбопайцами аж не брикман тут надо сохранить гранаты если не сохраним гранаты так ладно все читаю чат надо перед их чего я не просчитал так что человек которому нравятся сложные боссы ну кстати да если сложные боссы будет прямая дорога мне мне нравятся боссы волдыновин гелси боссы патчи сейчас я третий боссы патчи когда-то от разваливания разных пушек имеет поведение прикольно у меня не хватает глаз чтобы видеть всю картинку до этого казачка хорош ну да я на самом деле неплохо справился в принципе первые два нормальные третий жесткие а вот кстати место которым обламываются вообще все кто играет им кол из прошлого по крайней мере и раевский и брикман и я долгое время не знал как эти штуки крутить но сейчас я знаю крутятся они действительно очень неочевидным образом по моему я кстати сам это узнал по моему мне так никто и не подсказал а я догадался сам да блин что ты не крутишь то ах его страны так успею а надо ли мне кстати наверное не надо нафиг так тут танк или это танк дают вот все танк будет вот это так да здесь танк блин неплохо было бы неплохо было бы конечно о не будет новых появляться не не будет отлично тут есть время так давайте это сделаем как а и и и и и и и а и и и и а и и и и и они называются очень понятно да блин счет да давай так куда угодно стреляет кроме того куда надо а газ отлично так и босс по моему этот босс тоже его многие не любят хотя он подождите а не нормально только как я буду стрелять на дарите то все пока он вообще не проходит а нормально во все а сейчас мы этого посту размотаем блин в танке это конечно ух ты блин это реально нифига себе да в танке тоже можно уворачиваться вот танк еще задержки реагирует немножко медленнее чем ой нам зря 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 ладно не страшно ой тихо 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 как он резко это сделал тем более в танк более неповоротлива чем если бы за чувака играли так ну по крайней мере урон я ему нанес дики поэтому пригнуться ну ладно не страшно так а чё у меня есть у меня шотган чёрт тихо 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 тормозов стало меньше так стрелять будет масс блин ну дроповик тут вообще конечно как можно тихо 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 ухти фига себе затащил слушайте я вообще красиво иду это я конечно не знаю как у меня сейчас последний уровень будет пошла последний уровень идут отделище как всегда во всех частях серии но я всего пять контов пока потратил даже четыре но сейчас будет пять да я в школу не ходил вроде бы это будет повторять правда загрешка вот это моя вина если если combat school нет ни в одной нормальной версии чуть мой где моя в этом вина сколько раз эту игру переиздавали и никогда combat school не было даже вот это переиздание 2014 года даже в нем нет combat скула то есть combat school есть только в каких-то древнющих версиях урезанных причем я жгу твоя любимая ps1 версия она очень сильно покоцана сами виноваты разработчики что не не выпускали combat school нигде то он есть только получается да блин в двух иксах он есть и все больше в шестом по-моему вообще нет combat school где-то еще по-моему да блин что-то я не видел пули ладно последний уровень спокойно последнем уровне докнуть не зазорно честную часть игры мы уже прошли дальше выкачивание монет поэтому подыхать не стыдно ух ты ё-моё чё творится то чё творится как тут вообще двигаться вперед хотя тормоза помогает конечно без тормозов я бы тут конечно не сто раз наверное умер не ух ты чуть не сдох тихо 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 see you in hell сейчас будет да родители блин я мало пока потратил да блин ладно я по крайней хорошо его а смотрите мне удалось четко под ним стоять то есть когда стоишь четко под ним подалите когда стоишь четко под ним то он тупит я этого даже не знал потому что ты фиг его так подманишь так это не дает патру а не дает патроны это в первом металл флаге не дает а еще кстати знаете вообще за интересно такую деталь скажу на которую вы скорее всего не обращая внимание только в первом металл слаги есть желтые солдаты при убийстве которых вылетают бонусы во всех остальных частях уже такого нет наверняка когда-то изредка не встречается по-моему четвертом что ли может шестом но это такая прям редкость а именно вот чтобы это было постоянно такое есть только в первом блин тихо так что мне делать а у меня есть гранаты блин слушайте а сейчас такой тактический прям момент чувствую себя как макс пенни как будто замедляется время я думаю чё блин делать как тут выжить черт все равно убили кстати блин вот мои слова да видите желтый чувак ну есть значит они есть но в первой части все таки таких чуваков больше первой части такие желтые чуваки встречаются на протяжении всех уровней а в остальных частях они ну прям изредка так так слушайте вот это момент смотрите смотрите еще один отличие икса в иксе вот здесь вот пришелец вроде бы или пришелец дальше будет сейчас будет тот самый момент о котором я говорил из оригинальной игры когда мы еще не знаем о пришельцах а потом внезапно узнаем и офигеваем да вот пришельцы вот тарелки начинают тут все логично мы видим мы видим что они сбиты как искать короче то что солдаты нашли и взяли плен как бы пришельцев да и на исследование их тарелки блин да чё ты не кидаешь есть такой момент еще в этой игре что иногда управление не срабатывает когда ты резко нажимаешь повернуться и кинуть гранату он иногда не кидает гранат он поворачивается но не но не успевает кинуть гранат а мне именно нужно вот так вот быстро развернуться туда-сюда иногда это не работает да блин 20 слил патроны так этот танк меня задавит ох ты ох ты черт я как-то выживаю так будет эти отлично так надо сливать патроны так сейчас я солью только не в не в том смысле в котором хотел блин так 4 граната надо кинуть куда-то в кого-то блин говно мне подложил прямом смысле причем если бы это была фигура речи так нет реально говно давай 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 да да ну как тут медленно давай 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 есть лейтер 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 так чего найди время пройти но я же говорю про то вроде как combat school еще есть в этой да блины у геоси диверсия надо это проверить на у геоси диверсия на понятное дело что порт с аркады найду найду да блин эти нас и всегда нас и носами так он уже я в принципе я неплохо иду хотя нет я не уложусь 10 контов конечно же после сейчас неадекватный финальный босс а так бы мог уложиться каплин а тут стоять можно я даже не обращал внимание что платформа седова замочил все нет что не все а нифига себе где финальный босс ребят может хватит ну давайте хватит уже не добивайте меня наверное босс уже тоже сложно вообще-то и не честно ну а ух дошли до финального босса ой здесь кстати ночью хотя тут тоже красивое освещение трудно сказать где лучше здесь или в иксе оа сейчас стало светлее кстати смотрите свет от тарелки появился тоже интересная деталь в иксе такого не помню да затянуты Вот, срыв покрова. Так, ну первая стадия это фигня, а вот вторая стадия это нечестная хрень. Зря прыгнул, эээ, а мне че не дадут что из-за убийства тарелки нифига? Ооо, четыре тарелки сразу, ну не, походу тут уже первая стадия неадекватная. Походу тут уже с самого начала будет не выжить, да блин, да. Ну ладно, на мясо так сказать пойдем. В некоторых частях металл слагов кстати финальные боссы адекватные, но в этой нет. Мой любимый финальный босс пожалуй наверное из металл слага 5, который тоже очень сложный, но он все таки честный, от него можно уворачиваться. А вот про этого к сожалению такого не скажешь. что тут как бы ты не старался тебя будет, да блин, да я скажу. Я говорю, что как бы не старался тебя босс будет переспамливать. так что что? Ну да не приди последний. Да я знаю про что тут такое есть. да сколько очков тут заспаянно, да. это да. так. Ну и вот собственно главгат. зато сейчас будет момент единения который тоже когда впервые это увидел блин какая классная эта игра конечно да тут неадекватная сложность но игра все равно классная на самом деле если поставить сложность по-моему стандартная 6 или 4 подождите что-то по-моему 6 стандартная сложность из 8 нет 4 или 5 нет блин какая стандартная сложность забыл короче если поставить 4 например из 8 то я думаю будет даже приятно играть так не помню точно иначе в основном гиппа то из-за попыток пройти за тур без смертей да я могу понять могу то есть у тебя эта игра была долгая так понимаю раз ты не так что ты там чуть-чуть поиграл и все ты прям ее затрачивал а третий металл слаг тоже есть на сонки я выживаю но я так нету видно ну я жду если уже второй металл слаг пришлось сильно ужать для соньки то 3 наверное да это куда что я блин делаю я прямо в лазер бегу ладно все это уже там ты мы все равно не бережем уже абы как пройти блин они меня зажали ничего не делать что вот тут делать вот танчик который мы очень быстро потеряем и все о нет блин я только хотел сказать что я аккуратненько проскочу нет какой там данном моменте игра ни о какой честности и речи быть не может игра откровенно и заколачивать деньги без застенчиво блин я не могу даже попасть блин что они попадают блин 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 опять-таки вы все давайте заканчиваетесь в кп босса заканчиваетесь блин все бл блин опять вот я почему-то этот лазер не считаю вражеской атакой то есть я увлекаюсь тем что уворачиваюсь от тарелок забываю что лазер тоже вообще-то урон наносит так ну ладно не так и плохо это сколько 13 конток получается в принципе довольно хороший результат последнем уровне конечно я насливал больше чем ну бывало у меня получше скажем так но зато остальную часть игры даже хорошо я бы сказал так ну ладно теперь логично у вас вопрос а что же дальше я вам показал одну из редких развилок метал слаг 3 целиком показал метал слаг 2 оригинальный нить что дальше дальше увидите у меня тоже тут кое-что необычное приготовленное тоже то чего не то что роевский вообще никто никогда не на краке не на ему тиме не на ему лэнди нигде короче не показал mission all over стали говорить только начиная с икс так алло да еще здесь титры довольно скучные в иксе там арты полноценные а здесь просто а здесь вау 3d хотя скорее мол 7 какой-то так ладно не расходитесь сейчас я отойду побить воды и дальше будет кое-что очень необычное возможно даже не особо интересное но когда настолько упоротая что даже интересно я бы так сказал это не так не странно но если я не знаю а это не выстрел это не выстрел то есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вам такое? Субтитры сделал DimaTorzok 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 что такое яйца а тут можно можно оказывается гранаты есть в этой игре так кнопки сели нет только старты так понимаю ой 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 тут есть платформинг в этой игре гранатами конечно очень неудобно ой этот чувак отдыхающий аими чейсер берем так стоп не надо да блин как ты стреляешь то почему не почему танк стреляет не под углом так мне каким то образом жизни ай слушайте ну это неплохо играется на самом деле я ожидал худшего я ожидал худшего так а в игре что респаница что что га блин как быстро исчезает что га слушайте ну это круто если бы у меня в детстве такая игра была я был бы доволен хоть она вышла почти в 2000 году сам так знаете я даже буду делать на всяк случай все стоит а вдруг я захочу потом перепройти с другого уровня как же тут много лечила вот смотрите кстати от пуль как как это словами то назвать оружие нельзя менять когда мы за самолет от наших выстрелов освещение на самолете как как это назвать видите от пуль серые знаю цветов значит не хватило так это басец привет петросянчик надо бы конечно по хорошему там были так гранаты есть надо название игры вывести так это не габа да я же говорю надо написать сейчас я напишу хорошая штука это снк портоп как он называет называется это неогео покет он называется так неогео покет о сойдет хорошая картинка как раз иллюстрирующая правда с другой игрой не важно так сейчас делаем по красоте так и добавить надпись и дом не подождите у меня тоже по красоте кто ещё не работает и у меня кюня да и мы уже так и не можем а что мы можем Так, да это то зачем, это надо переставить, Metal Slug, First Mission, все, теперь вроде бы на все вопросы отвечено, так, спрайт босса огромный гидбой такой не потянул бы, возможно, но тут понимаешь им колл, проблема в том, что мы недостаточно, у нас в нашей стране мало у кого был даже геймбой, не говоря уже о более редких штуках, поэтому нам это как бы все кажется одинаковым, но в принципе да, ты прав, хотя геймбой и колор довольно тоже мощный. Так, почти 2000 год, когда сотовый телефон с чебо-экраном все еще казался чудом, чуть цветная игра на минуточку, ну да, так, щупал на геопокет, вот это восьмисторонний стик очень приятно щелкает, кстати, да, там же стик еще, так, прям неожиданно, обычно портативный крестовин натирает палец, да, да, интересная штукенция, так, уровень выбрать мы не можем, просто нам показывают, ну хорошо, миссия 1, поспеши, отличное название, так, и начинается первая миссия так же, как заканчивая с нулевая, меня больше всего удивляет, что эта игра тормозит меньше, да блин, эта игра тормозит меньше, чем аркадный Metal Slug, потому что аркадный Metal Slug идет в 30 кадров, а эта игра в 60, правда вы это не видите, потому что я стрим в 30 запустил, но поверьте на слово, игра идет очень плавно, может это 30 кадров, правда, так, что мне с этим делать, ПСП штука крутая, конечно, о, это как в третьем Metal Slug, да блин, что это такое, B, вот странно, почему-то, когда мы в самолете, то мы не можем переключать оружие, когда мы просто так бегаем, у нас есть такая возможность, а сейчас нету, ой, 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 ну как я могу об этом знать, чего, что, подождите, это мини-игра, что ли, я должен нажать ровно в ноль, а по самолету распустить, да? неожиданная мини-игра неожиданная мини-игра mission incomplete incomplete incomplete, то есть не выполнена миссия миссия 7, что? Мкол, ты раз играл, кстати, смотрите, это параллакс, что ли, ты раз играл эту игру, можешь мне объяснить, что, блин, происходит, почему порядок миссии такой странный, и что значит incomplete, собирать что-то надо, что ли, лабиринт, миссия 17, ну, ну, игра интересная, вообще, вообще, в эту игру нужно, я смотрю, так засиживаться прилично, не помнишь, ну, я тогда понятно, что это, ну, так, сюда, наверное, прыгать нельзя, ладно, давайте я читерну, да, По той причине, что я стал забывать игры я пишу мини отзывы. Да, я, кстати, тоже веду себе такой списочек и такое, да, чёрт. Так, короче, короче, эта игра, что называется, без пол-литра не разберёшься, с нормальным танком за это. Ещё и наверх можно, причём, это лабиринтовый уровень. А что делать, куда идти, непонятно. Ну, это, видите, эта игра, она адаптирована именно под домашний, домашний геймер, так сказать. То есть, если то аркадная игра, то это надо вот, как на дэнди, изучать уровни, запоминать, куда идти. Вот это всё. А, там оружие такое, огнемёт, что ли? не знаю, это шутган. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, забыл. Так, знаете что? Ну ладно, давайте уже до геймовера доиграем. Ну, вообще, вот и геймовер, да? Сейчас проверим, откуда здесь рестарт. Сохраниться можно. А, с этого же места, ну ладно. Ну давайте, сохраним, на какой-нибудь непонятный случай. И пойдём дальше, пойдём дальше, логично, раз есть First Mission, то должна быть и Second, не правда ли? Да тихо, не та игра, нам нужно Second Mission. И тут сразу нас встречают крутым сюжетом. Так, стоп, очень быстрый сюжет. Так, the top brass tickled pink VSPF squad success in the first mission plans to deploy squads all over the world. Блин, я не понял, честно говоря, я английский-то знаю, но я не понял этого предложения. Блин, как быстро текст стуковится. Ну ладно, всё, я не буду читать сюжет, он очень быстро скроллится и ищу каким-то очень сложным языком, но видно да, что писали японцы. На секундочку, да, озвучка на моём геймбое, хотя это не геймбой, но как будто геймбой. Где там Pro, который расхваливал озвучку своего любимого Metal Slug X? Послушайте вот это. О, сюжет-то продолжается. А, нет. А что, на PS3 разве есть эта игра? Я с РТРА? Я с РТРА? А, ты, я понял, ты из-за дизайна. Нет, это РТРА. Это РТРА просто с такой оболочкой. Ой, ладно, всё, тут очень много сюжета. Блин, такая ещё озвучка чёткая, прям вот высокого качества. Офис. Вот, Combat School. Good afternoon. Только, слушайте, а это та же самая модель? Или у них несколько моделей было Neo Geo Pocket, потому что тут вот прям цветов как будто больше, чем в первой игре. Офис. Мы можем поменять управление. Time Attack. Посмотреть заложников. Заходить, загласить. Так. Ой, не та кнопка. Так. Да, тут нету. Старт и Сейк. Это одна кнопка. Девять контов. Тема так понятно. Ну, больше ничего мне и не надо. Кстати, два персонажа уже. Так, сюжет мы не будем смотреть. Передавая. О, опять этот отдыхающий чувак. Пайнэпл. Пайнэпл это кидаться, да? О, слушайте, тут сделали лучше, чем в первой части. Если в первой части нужно было переключаться между двумя оружиями, то здесь просто мы нажимаем старт и… Ух ты, нифига, спрайт еще поменялся. Ээээ… То здесь просто мы… Да блин, мина. То здесь просто мы нажимаем кнопку старт и бросается граната. Это большой прогресс по сравнению с первой частью. Если настроить удобное управление, то в эту игру можно играть так же, как во все остальные слаги. Правда, геймплей тут чуть-чуть другой. Зачем я прыгнул? Они могли меню детализирования сделать, сочетая светофонов и спрайтов. Ну да, скорее всего так и было. О, здесь автоматическая стрельба кстати, это вообще шмапы полноценные. Так, сейчас, секунду, кто-то мне звонит. Субтитры создавал DimaTorzok Так, я на месте. Ну в общем, да, прогресс по сравнению с первой частью огромный. Действительно, может в наше время, если лень играть в обе, то лучше конечно поиграть во вторую. Потому что вторая часть это то же самое, но доведенная до ума. Ну я бы наверное поиграл. так он это фига бомб. Пинапол. Пинапол. Пинапол, блин. Дизельинг. Интересно, как это на железном экране смотрелось. Блин, вот то, что тут, то, что тут танк не стреляет навесом, это специфично, может это связано с тем, что портативка, ох ты, вот это классно выглядит, то, что портативка такую физику не вытягивает, блин, отвлекся на сохранение, надо было срочно брать Хэви Машинган. Так, а кто из вас босс-то? Эээ, я не понял, а что меня убило, вот эта хрень стреляет. А, вот эта хрень стреляет, очень странный босс. Ну ладно, так забавно убегает. Да, ух ты, что за стратегический режим, о, металл гир начался. Ладно, мне горло будет болеть так говорить. А, нет, это просто, а, нет, опять третья миссия, не вторая. Блэ, тут какая-то нелинейность тут есть, и опять-таки красиво все так выглядит. О, у меня бесконечные, кстати, торпеды. Ой, у меня в этих, меня несет, несут потоки. О, торпеды самонаводки. Так, а куда мне надо? Мне вроде показывали наверх. Че ты меня вообще бросает? Не могу понять, куда мне надо. Не, реально непонятно. Так что... А, да, вот куда мне надо. Ой, какая неприятность. Круто. О, музыка. О, тут надо... Серьезно? Причем, чем она? Она кедом, что ли? Чем она гребет, я не могу понять. Или это весло все-таки? Вот это геймплей, который мы заслужили. Что происходит в этой игре? Почему на тот уровень у меня была одна попытка, а здесь несколько. Причем мы тут стрелять не можем, мы гребем. Каждое наше нажатие, это грести. Слушайте, ну игра интересная. Надо Раевскому посоветовать. Реально, надо его на ферст ран по этой игре. Под... Под это... Под... Как это сказать? Подманить. Ой, ладно, это я сейчас буду 20 раз подыхать. Ну, в общем, надо разбираться с этой игрой. Ладно, давайте напоследок я уже буду заканчивать стрим. Уже у нас, вообще-то, почти 3 часа стримю. Давайте-ка напоследок. Все-таки глянем игру, которую я знаю, Раевский хотел... Хотел... По-моему, ферст ран челлендж по ней даже проводить. Поэтому... Ее Раевский точно когда-нибудь покажет. А именно... Metal Slug Advance. Тоже классная озвучка. Ты в нее тоже играл, ПРО? Конечно. ПРОССЯ один. Еще скажи, что в детстве. Эх, анимации заметно скромнее, чем на аркаде, конечно. Это портативка. Для портативки хорошо. Блин, как громко. Карту хлеб. Отлично. Сладкий хлебушек. Так, ну вот тут, кстати, вот знаете, вот если в этих мишинах, ферст мишин, секонд мишин там, прям чувствовалось, как будто физика такая же, как в оригинале, даже плавнее, то здесь вот чувствуется, как будто какой-то open board, то есть вот что-то такое. Так, а как гранаты бросать? Немножко... Немножко не то. Еда в банке. Яй-яй. Блин. Сложность, кстати, аркадная. Там полегче было. Ну, как эксклюзив для портативки, очень достойно, конечно. ХП. А, есть ХП у нас. Есть ХП. Не, про, понятное дело, что сейчас open board шагну вперед, вот, я именно имею в виду, каким я его помню, каким он был в 2007-2008 годах, да и в 2009 тоже. Да, блин. Кто сказал, что я что-то имею. Привет, Джонни МК. Банан. Да, ну вот сложность тут, конечно, завышенная. То есть, ну, я же говорю, если вот эти вот First Mission, Second Mission там наоборот, как бы они казались легкими, по сравнению с аркадой, то тут прям сложность аркадная. Наверное, зря. О, озвучки нет, кстати. А в Second Mission была озвучка на каждое оружие. Ну, зато тут спрайты, конечно, круто для портативки. Ну, все-таки, да, я вот еще раньше это говорил, и сейчас хочется мне повторить, что такое чувство, как будто бы, как будто бы Metal Slug 7 на Nintendo DS выглядит хуже, чем вот этот вот Metal Slug Advance на Game Boy Advance. Может, мне кажется. Но графика тут крутая. Ну, бывает такое. Кстати, нету IN надписи. Кстати, звук солдата был очень тихий. Ай-яй. Э, ну, что это фигня, почему меня сверху оставили? Ай-яй. А, я еще жив. Блин, я так долго его буду разносить. Газ, который мне не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Браво миссии. Хотите сказать, что все сначала, да? Ну, не все, а с чекпоинта. Ну. Да-да. Объяснил, про объяснил. Так. Да, блин. Опять час наверх. Ну что за фигня? Ладно. Я, короче, что-то как-то уже устал, честно говоря. Давайте на сегодня тогда стрим закончим. Ну, короче, стрим получился довольно содержательным. Мы целиком прошли Metal Slug 2 оригинальный. Я показал вам интересные развилки из Metal Slug 3, а также 3 портативных Metal Slug. Причем я, если вы в них не играли, то я настоятельно вам советую в них поиграть. И себе. Потому что я тоже в них не играл. Сейчас смотрю, что да, они заслуживают внимания. Вот этот Second Mission так вообще крутая довольно игра. То есть это как будто бы... А, мы еще... Слушайте, да. Да-да-да-да-да. Есть еще одна игра. Давайте, как говорится, чтобы уже полноценная была картина. Сейчас вам еще одну упортость покажу. Игра, которой не должно было быть, но она, тем не менее, была. Metal Slug на Game Boy Color. Он все-таки был. Но лучше бы его не было. Даже с заставкой, нифига себе. Нифига себе заставка есть. Это, если что, пиратская игра. Слушайте, это... Это уже больше, чем то, чего я ожидал. Сразу понятно, кто разработчик, да? Ох, ё-моё. Вот это сюжет. Вот это я понимаю, перипетии. Ох, как же она медленно двигается. Помните, вот эти... Слушайте, причем, смотрите. Скроллинг, когда я поворачиваю лево-вправо, скроллинг очень плавный. Но когда я просто иду, он как будто под водой. Как это странно. Я уж не говорю о том, что это... Очень странно выглядит этот персонаж. Как будто на половину мужчина, на половину женщина. Нельзя стрелять на ходу. Он останавливается, когда стреляет. И посмотрите, как мало пульки летят. То есть, когда я пускаю вторую пульку, первая пулька исчезает. Блин, как это... А еще я в воздухе замираю, когда стреляю. Смотрите, я левитирую. Я Копперфильд. Это как Вектормен. В какой игре фпс нестабильнее. Так, в эту игру я вам не советую играть. Очень не советую. И еще и звук портится, когда паузу ставишь. А еще и звук портится, когда паузу ставишь. И соответствует названию. Ну что, как вам такое? Да, это ужас. Надо же посмотреть, какой плавный скроллинг, когда мы просто поворачиваем камеру, но когда мы идем, главное пульки исчезают. Смотрите, я не могу застрелить до вверх, если стреляю больше одной пульки. Самое лучшее в этой игре, это ее заставки. Вот заставки прямо на уровне сделаны. Возможно, их в основном передрали из этих мишинов, но не важно. Они смотрятся качественно. Но сам геймплей это ужас, конечно. Это просто... Причем здесь тоже нелинейность есть. Так же, как и в мишинах. Ты смотри, когда мы прыгаем, мы быстро перемещаемся, а когда идем, то как будто под водой. Я хочу хотя бы первый уровень пройти, но походу я этого не сделал. Тут кадров... О, звук еще такой, когда поднимаешь вверх дуло. Так, кадров анимации здесь, по крайней мере, запиханий много, только игра, видимо, их не тянет. Что ты не топишь-то? Что надо сделать? Может надо бить всех врагов? Собрать все звезды? Что нужно сделать, чтобы пройти хотя бы первый уровень? Ладно. Понятно, что я в этой играть все равно не буду, просто интересно. Ладно. Эта тайна останется неразгаданной. В общем, на этом все. Как говорится, до новых встреч. Возможно, я сейчас буду чаще проводить дневные стримы. Идей у меня разных много. Так что, может быть, завтра или послезавтра что-нибудь еще новое заведу. Так что ждите. Но это будет не Мортал Комбат, сразу говорю. Мортал Комбат и у меня пока перерыв. Но идеи есть интересные. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok